Всем привет! Очередной бой за невидимку. Я пишу команде, что буду смотреть по ситуации. Если все нормально пойдет, то не буду зумить. Если что-то не так, то придется ползти и кидать шарики. Состав у нас в принципе неплохой. Ведьмак будет спасать и он вылетает. У них Клык, Меч, Егерь, ВДВ и Крио. Ну, все зависит от рук людей. Ну и мы без ведьмака. Значит, принц идет на верхний лайн. Да. Все матерятся. Ну и главный вопрос, кто у них в лес пойдет. Тьфу, Егерь, Клык или Меч. Потому что Клыка могли отправить Зуму, меча в лес. Я иду на стандартный верхний пак вражеский. Проверять. И нахожу Клыка. Который идет в наш лес, сообщая об этом ребятам. Я так и не понял, чего он туда бегал. То, что он резко вернулся. Или ему сказали о том, что Крио ушла с лайна. Вот в принципе Крио должна была вернуться. Потому что ничего мы с ним уже бы не сделали. Ну иначе-то поперлась дамажить его. В итоге пришел их ВДВ. Ну и так разошлись по-хорошему. Ну и я стал выжидать. Не стал я добивать его крипов. Думал, дай-ка лучше его убью, чем крипов. Всяко полезнее будет для команды. Не вкачанный Клык. Вот у меня что-то как-то плохо получилось его продамажить. Но в итоге под башней я его убиваю. Получаю кучу дамага. И на 60 хп ухожу. Сытый и довольный. Тем временем на миде наша Крио стоит против Даблы. Егеря и Крио. Снизу краска с мечом. А наверху ВДВ и Принц. Вот и возвращается наш Ведьмак. Аллилуйя. Он немножечко просел в качи. Да, он второго уровня всего лишь. Ну и я собственно отхилился и решаю пойти. Куда я решаю пойти? Вниз. Посмотреть, что там у краски. И заодно опять искать Клыка. Который явно должен был переместиться в нижний лес свой. Покажу стремло. Да, в итоге Ведьмак встал на верхний лайн, а Принц пошел в лес. Как и хотел изначально. Вот я нахожу Клыка снова. Он тут пытается убить свой жирный пак. Я ему мешаю. Он убегает. Появляется телепорт. Ну Клык то на своей земле уже хилится. Он пятого уровня. Я его ищу. Вот он опять возвращается. И тут сейчас будет забавно конечно. Вот он возвращается. Думаю сейчас я. Так. На миде забирает нашу Криво. Только дамажит. Я опять его начинаю дамажить. А Крепы то отхиливаются. Опять телепорт появляется. Клык убегает. Я в инвиз. И снова смотрю. Он опять возвращается. Тут на помощь ему уже меч приходит. Вот. Типа такой постоял. Посмотрел. Меч ушел. Снова я его дамажу. Клык уже не уходит. Потому что недалеко меч. Нет. Он все таки решает убежать. Но он тварино регенится. Вот если бы он не регенился. Он бы конечно давным давно уже трупом был. Вот так. Меч решил не уходить в этот раз. Помочь Клыку. Клык чего-то бегает. Прибежал еще и волк. Нет. Убежал. Я снова иду за Клыком. Раз, два, три, четыре, пять. Вот он тут. Опять убить другой пак. И опять его дамажу. Он там кричит. Мамку вспоминает. Прибегает мамка его. Клык убегает. Я решаю не бежать за ним туда уже под башню. Это не охота. А Крио тут пытается добрать пак. В итоге я решаю убить Крио. Я конечно не убиваю, но осколки меня убивают. Но получилось забавно. То есть Клыку не дал кача. Меч тоже не качался. Крио умерло. Ну а то, что я умер, это не страшно. Я седьмого уровня. Выше даже их меча по уровню. Наверху в это время дуэлянты. Если ведьмак гнобят ВДВшника, приходит туда Крио. Я беру мощь. Так сме, да. Волк уходит. А, вот он, вот он приходит туда, да. И, собственно, тут куча крипов. Я не рискую пока особо. Но Волк очень нагло пытается добить нашего видимака, за что и расплачивается. Под башенкой и под моим дамагом с мощью. Так, Крио не уходит, приходит наша краска. Краска наказывает ее кроликами. Она подавновый. ВДВ скачет. Крио мы забираем. ВДВ насилует нашу краску. Мы втроем преследуем ВДВ, но он спасается под башней. Да, не успела я спасти краску. У меня на КД был веер. Так, да и скрыл, конечно. Снизу меч фиолетовый. Потихонечку кормится. Краска к нему возвращается. Да, тут я напараюсь на клыка с глазом. Это, конечно, не весело. Использую ульту, чтобы он от меня отстал. На меня, видимо, кидает щит. Но этот бежит. И вот я здесь сделал ошибку, конечно. Вместо того, чтобы побежать на наших вверх, я бегу вправо. И все, его откидываю, откидываю. Но вот уже егерь со своими волками, конечно, в замедлении не убивает меня. Остальные бегут, плюют на егере. Бегут за клыком. И под нашей башней, собственно, он умирает. Череда побед. Тут все вражеские товарищи прибежали. Их трое. Наших двое пока. Я хочу туда тп. Понимаю, что туда лучше не лезть. Наш крю забирают. За ведьмаком ведется обхода. Гегер, блин, зараза. Краска его отхилила. Гегер опять лезет под башню. Особенно смертничек такой. И умирает. Бегу! Тень защитит. Ну, такой один в один размер получается. Увидимся там. Их трое. Наши красочка. Значит, я пытаюсь, да, это откинуть. Вдв, чтобы он не лез за краской. То, что он больше угрозы представляет, нежели крилы и меч для нее. Отврывается меч, но получает и осколки, и от башни, и от краски. Так, вот мы убиваем, по-моему, крил, да, убиваем криво. Меч прыгает уже без льты, умирает. А тут все с глазами. Пытается меня изнасиловать, я убегаю. Мастерский контроль. И там забирает еще и егрик там уже. Ведьмак, молодец. Контроль у него отличный, щиты. Кидал хорошо. Айдзара стоит под башней хилиться. Тем временем, наша криво 14-я, краска 14-я. У них максимальный егерь 13-го и 11-го. Клык у них 9-го. Вот так вот. Ведьмак под мощью. ВДВ с глазом. Мне сюда, конечно, лучше не соваться. Все разошлись по лайнам. Вот опять что-то там я смотрю по миникарте. Бегут за Ведьмаком. Но как-то вяло бегут. Крипов попушили. И все. И дальше не хотят ничего делать. И тем временем егерь и Клык, по-моему, там он мелькал. Я так аккуратненько пробираюсь в поисках врагов. Но никого не вижу. Поэтому решаю уйти. Крио тем более вернулось на мид вражеское. А снизу краску ганкают. Я делаю фальшь. ТП. Они отходят. На миде, значит, замес. Атакуют Крио. И я решаю заултить. И делаю. Нет, не делаю. И ухожу на 30 хп. Но зато мой дамаг позволил забрать егеря. ВДВшник там попался еще. И вот там что-то с Крио непонятное творится. Но... Хорошо, хоть нет грома. Сейчас бы он нам тонул и все. Кирдык. Краска снизу отбилась. На двоих. Да, я портаюсь на глиф. Глифа нет. Ведьмака опять отправляет на свой лайн. Типа, чтобы не мешался. Зачем-то вот он мне кидает щит. Я замечаю, что здесь фарст стоит. Конечно, мне клика начинает атаковать. Пишу об этом в чате. И хочу накопить на глаз. Снова ганкают краску снизу. Только что вот зря кидал щит на меня. Видимо, я спасаю краску. Сейчас можно было бы на нее щит кинуть. И мы бы забрали двоих этих товарищей. Тем более у меня вот так катилось. Я иду опять смотреть глиф. Мощь снова. Это очень хорошо. И куда ты я? Нет, мне надо на мид видимо. Потому что там опять на криво ополчились. Да, вот я с мощью бегу на мид. Снова там эта парочка. Кулика и Гагарочка сверху забирают ВДВшника. Вот они. Врываются на криво. Я смотрю волк с глазом, поэтому обхожу его. Ультую. И с мощью делаю двойной удар. Погоня. Вот это было весело. Снизу краски дает щит. Что-то она как-то не особо раздамажила меча. Но он все равно отстал и жмется под башней. Меч вообще не качается почему-то. Он 13 уровня. Краска наша 17. Даже я перекачал. Я собственно всех перекачиваю кроме криво. Так, там снизу опять меч прессует краску. Вот клык еще вырывается. Так, мы забрали волка, но краски уже видимо не выжить. Да, краску забирают. К сожалению, я не успел. Я думаю... А! У них же варта-то на меня прыгнул сразу. Ничего не успел сделать. Ну и стою, отбиваю пачку крипов. Беру корни. Да, я поставил криво. Теньки свои корни. Потому что это очень полезная для нее штучка. Извини, за закорнить. А потом раздамажить хорошенько. Увидимся там! Так, ну сверху там ведьмак с удовольствием. Забавляется. Что я пока вниз смотрел, я упустил момент, как этого волка забрали с криво. Вот опять на криво там напали, все убили криво. С Тамарой ходит парой. И выдавая сверху спускается. За ним приходит ведьмак. Вот, я встречаю волка и думаю, да хрен бы с ним. Закорнил его. И ультую его. Закорнил его. И ультую, собственно. В принципе, полностью его убил. Так, в это время на меде какой-то замес. Наши ушли вглубь. Немножечко пострадали. Вдвш не что-то там врывался. В итоге за это платится криво. Да. Крыты влетают. Я бегу за ВДВ. Вот это я делал ошибку. Я оставил ее бегущий за ВДВ. И, собственно, попался. Потому что вонючий егерь оказался с глазом. Ну, просто не знаю что. Я увидел у него мало ХП. Думаю, сейчас я уверен добью. Но он оказался быстрее меня. Моя ошибка была. Ну, тут какая-то непонятная толкучка происходит. Никто, никого, ничего. Ну, вот начинается замес. Прыгивает ВДВ, как обычно. Но... Зря на него криво потратил на риту, конечно. И так можно было добить. Это лишний контроль был. Совершенно зря. Я думаю обойти противника с другой стороны, пока наши там сверху идут. Но эти как-то товарищи не выходят. Хотя нет, вот ворвался меч. Ничего не может сделать ведьмаку. Забегаю я. Ультую. Бегу. Пытаюсь кого-то убить. Я не помню кого-то там был. А, вот я волка-волка убиваю. Краска наших отлично ультует. Вот у него сильные кролики теперь уже летят. Меч, значит, пытается взорваться в толпе наших товарищей, но ничего не получается. Никого не потеряв, кушаем башню. ВДВ ушел наверх. Отбивать лайн. Пострадал немножко. Башню тоже. Да, самое интересное то, что что-то все как-то пушит-пушит, а потом... Леса не чистят. То есть... Правильнее было бы сделать все-таки леса собрать. И вражеские, и наши, и отойти спокойненько. На свою землю подождать пока враги резнутся. То есть... Перекачиваем дальше брать. Но почему-то... Принц, он там за маной пошел. Вместо того, чтобы взять золото, например, и... Вот я ему показываю. Возьмите золото. Сейчас он тп-шится. Да, нет, он тп-шится куда-то вниз там. Кривого меча забирает вместе с краской и умирает от клыка внизу. Вот это я что-то выпустил в момент. В принципе, краска вот могла бы сейчас... Вот на ней щит висит, и пару кроликов успеть бы кинуть. Да даже какую пару? Вот он уже почти умер под чужими... Под нашими крипами. Чуть-чуть вот... Если бы посмелее бы играла, а не убегала, когда на ней щит висит. Она бы сейчас клыка забрала. Тем более она двадцатый клык восемнадцатый. Я иду к краске. Не помню, что я хотел тут. Просто проверить все ли нормально. Я двадцатый. Перекачал даже нашего лесника. На медиа опять замес. Насколько я, правда, в нашу пользу. Вот волк почему-то стоит и упорно, значит, один на один с принцем дерется. Но... Не на том уровне он, чтобы как-то противопоставить себя ему. Тем более он проигрывает. Краску снова обходит с двух сторон. Жмут ее там. Я показываю на краску. Но ведьмак... То ли щит у него в КД был, то ли он... Просто не заметил. Был отключен водовашником своим-то. Ну, красочка опять пострадала. Вот я пишу, чтобы собирайте... Собирали наш лес и... Продолжали качаться дальше. Враги, главное, не сдаются. Упертые попались. Ну, только после моей фразы принц пошел забирать голду. Конечно, после этого он на уровне, чем у меня. Здесь он просто тупо бегает бесцельно и... Правильно собирает. Напали на ведьмака. Волк, волк, криво. Я влетаю. Ультую. Что-то я их раскидал всех, но в итоге... Мне самому не очень хорошо. Закормил, по-моему, волк я. Да, потому что этот гад с глазом был. И убегаю отсюда. Ведьмака не забрали, вот криво я спасаю. Ведьмака отхилился. И вот с принцем и краской идем дальше. Я не рискую особо подходить, потому что здесь служат, которых умереть так можно. Что-то мы тут впихаемся в проходе, убиваем ВДВшника. Другой, по-моему, только больше мешаем, когда вот так вот в узких проходах. Да, надо разобрать башню. Заодно и меча. Под башней. Меч думает, на ком бы взорваться. Просто взрывается под башней, но это ему не особо помогает. Умирает. Принц тоже умирает от башни. Засчитывается это мечу, конечно. Я скрываю краску, но я ему не помочь, потому что на ней висела ульта Клыка. Да, флаги вообще, конечно, никто не поднимает. Никто этим почему-то не заморачивается. Аж на меде флаг чужой. Я быстренько его сбиваю. Поднимаю свой. Я уже 22 уровня. На меде Криус с ульты забирает Клыка. Я показываю, что еще одна Криу уйдет. Вместе с Волком. Ну, они что-то пачечкой ходят. Скрываем. А, нет. Не получилось спасти ее, потому что ее в ульту посадили. Криты пролетают. Я подхожу и начинаю ультить просто, и все. И... Ну, мог бы двоих забрать, но... Подоспел принц и забрал Криу. Меч тоже страдает. Умирает от краски. Лайны у нас не отпушены. Это не очень хорошо. Беру обнову, бегу нижний лайн отбивать. Наши прям дотошные такие, хотят все башенки поломать, прежде чем разломать главное здание. Ну... Что там? Гоняют они по чужому лесу волка, убивают его. Вообще бесстрашные. Ну, если бы команда противников, на самом деле, собралась вся вместе на своей земле, я думаю, они дали отпор. Тем более, там их всего лишь... Сколько двоих было, да? Или трое. Ну, двоих бы они точно из всей этой компашки завалили бы. Но вот как-то они и собираются, по одному бегают. Наш лес, между прочим, стоит. Вот я опять показываю на голдпак. Но как-то... Всем все равно. Криу снизу. Пытается пушить лайн. Я за ней бегу, поднимаю флаги, как маленький невидимый паш. Под двумя башнями происходит замес. Вот о чем я говорю. То есть, все враги на месте. Наш ведьмак полез под двойные башни. Я, конечно, понимаю, что он храбрый. Но не настолько уж, что там пять врагов и две башни. Ну, вытанковать такое на двадцать третьем уровне. Если бы у него там тридцать третий был, другое дело. Я вот ультую здесь, ну... Да, здесь было это бесполезно делать. Просто я хотя бы их немножко притормозил, чтобы за нашими не гнались. Принц тоже умирает. Вот они, ведьмака, дручат, дручат. Он кидает щит, чтобы стойкость... Или как это у него там называется? Нахастить. Ну, вот они наконец-то... Нет, краску, по-моему, доблю. Да, краску добили. Ну, собственно, сами виноваты. Поплатились за свою наглость. И криво такая снизу. Ты-ты-ты-ты, я говорю, была бы криво с нами, было бы все иначе. Забрали, кстати, волка. Ну, тут уже на... На добивание, конечно, все это происходит. Эти тоже дурачки, чего они остались, когда у них столько хп оставалось мало. Я присоединяюсь к нашим друзьям. Убежим опять к двойным башням. Они прям неугомонные там. Ведьмак и принц. Вот этот глаз повесил из противников. Вот опять ведьмак вырывается под две башни. Конечно, ему урона наносится мало. Я понимаю, вон танк, да, у нас. У него маны нет, между прочим. Я атакую волка. Коскоги криво его добивает. Ну, вот меня корнят, и под двумя башнями я умираю. Ну, потому что неправильно сделали. Вместо того, чтобы куда-то туда в глубину лезть, надо было сначала башню разломать. А потом уже, собственно, этими делами заниматься. Убилошник опять добивает. Вот я уже пишу, да, чтобы сломали башни. Потому что, ну, не делая это. Я понимаю, там ведьмак может накалывать, но я, например, вот никак не могу. Они как бравые ребята. Двоё пролавают всё. Ой, извините. Я беру себе разумный регент и говорю краски, чтобы она к нам шла. Потому что ей одной там нечего делать. Да, леса наши как обычно собирают. Я опять об этом пишу, но им всё равно. Вот, ну и готовимся к сражению. Потому что очень долго забирается дракон. Ну, дамага-то мало у двоих. Вот, а противники уже здесь в количестве трёх человек. И я стою так, выжидаю. Давай тут. Крио немножечко попалось. На неё кидают щит. Там, блин, с глазами криво. Не очень хорошо. Наши идут в ответную атаку. Убилошник, как обычно, врывается, но с подсчётом умирает. Бегу! Не помогло ему ничего. Не отхил, ничего. А ведьмака стахит продолжает бить дракона. Долго он его мусолит. И опять отхожу, чтобы, если что, прикрытые. Всё, убили дракона. И под бафом драка, значит... Дракон там, а не вниз. Тпшность, да. Ведьмак с краской тпшнулись вниз. Зачем разошлись, непонятно. Надо было просто идти и уже доламывать главное здание. Но почему-то эти считают, что надо идти разломать все башни. За это, наверное, дадут много-много чего-то хорошего. Я портаюсь наверх и просто оккультую уже. Ну, понимаешь, что, собственно, у противников шансов нет. А тут большой такой факт крипов. Надо как-то его добить. Погрестел очень долго побивал. Ничего, не могу подождать. Но, может, даже у тебя не пригодится. В конце концов, добиваю наконец-то этих крипов несчастных. Наши, как обычно, на чужой земле. В количестве двух человек. Крио и Принц. Ну, забирают, конечно, но это очень-очень глупо с их стороны. Теперь моя очередь. Если они так будут играть на высоких рейтах, против команды, то от них ничего не останется. Пишу краски, чтобы она одна не ходила, потому что все здесь, а краска одна снизу. Крио может ее спокойно залутить под башнями, и все, она уже ничего не сделает. Я прохожу под двойной башней. Стою неподалеку, смотрю, чтобы противники не подошли. Опять всхакивает окошко. Краска продолжает там снизу пушить в одиночестве. Наша ломает все. Так, одну башню она разломала. Всех пятером уже врагов резнулись. Ведьмак уже на пофиг идет. Я ультую там, да. Прыгает на меня зачем-то волк, я не понимаю, умирает от этого. Я 27-й, он 22-й. Не знаю, что он хотел сделать. Краска в итоге страдает снизу. От кого она страдает? От ВДВшника, да? Да, от ВДВшника, ну я чуть-чуть тут дурюмаю, с уже на фонтан по лестнице. Вот она умирает от ВДВшника. Бельмак стоит и на пофиг будет. Я решила присоединиться, потому что, да, я уже играю 3-4 минуты. Бегаем туда. Ну и заслуженная победа. Спасибо за бой, говорю. Ну и выпадает, как обычно, вся кэшваль. Двенадцать пять. Двенадцать пять. Двенадцать пять. Двенадцать пять.